Приветствую вас! Мне кажется, что вы сейчас в Софии на нас в какой-то степени пытаетесь переложить ответственность за принятие своего решения. Понимаете, в чем штука? Ведь есть в вашем вопросе некая двойственность. С одной стороны, вроде бы вы хотите быть специалистом, с другой стороны, как будто бы вас что-то останавливает, как будто бы вы не уверены в этом. И мне кажется, что любая неуверенность – это основание для того, чтобы спросить у себя, быть может, я хочу чего-то другого, вот, быть может, мне нужно что-то другое, вот. Это, мне кажется, более справедливо и честнее. Мне кажется, что в психологию можно идти только когда ты по-другому не можешь, только когда ты чувствуешь, что иначе никак, что это единственный путь для тебя, помогающая профессия. Если этого не чувствуется, то, мне кажется, идти в психологию не стоит. Кроме того, мой коллега обратил внимание на то, что вы говорите про часами выслушивать. Я же, со своей стороны, хотел бы обратить внимание немножко на другой момент, на момент того, где вы говорите давать советы, вот. И сказать, что психологи советов не дают. Это считается вообще нарушением профессиональной этики, если психолог позволяет себе давать советы. Вот. Кроме того, выслушивать, как вы говорите, человека часами тоже не всегда полезно для, ну, для клиента, может быть. Поэтому здесь, мне кажется, всё не так однозначно. То, что вы эмпатичны, ещё не означает, что вы можете быть психологом. Вот. И вопрос не в том, эмпатичны вы или нет. Так, вопрос. На мой взгляд, немножко в другом. Вопрос в том, можете ли вы быть собой. Вот. Вот. Какой ключевой момент. Если вы можете быть собой в, эм, ну вот, эм, в терапии, в терапии, если вы можете быть собой, то вы приближаетесь к тому, чтобы стать хорошим специалистом. Если вы, эм, с собой в терапии быть не можете, то вряд ли вы сможете, опять же, быть хорошим, эм, психологом. Вот. Точнее, психотерапевтом. Вот. Ну, то есть, человек, помогающий профессор, там, это психолог, это, эм, человек, человек, который не занимается, эм, практикой психолога, это, это учёный. А психолог-консультант или психотерапевт, это человек, который занимается непосредственно, эм, практикой, эм, с людьми, с клиентами. Вот. А, поэтому, эм, тут тоже нужно это различать. Вот. А, поэтому, эм, вам, мне кажется, эм, нужно вот на эти, э, моменты обратить своё внимание. Вот. Эм, эм, как-то, как-то так. Эм, вполне возможно, что для вашей эм, 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 э где важны и личные границы, и умение вовремя остановить человека, и умение сказать «нет» в определенный момент и на чем-то настоять, как это парадоксально звучит, вот, поэтому все эти вещи очень важны в психотерапии, это не про выслушивание человека часами и давание ему советов, вот. Это немножко более тонкий, глубокий процесс, но важный здесь момент заключается в том, что человек с от школы. Я думаю, что получить базовое психологическое образование при условии, что вам нужно сейчас учиться, например, вы можете именно получить базовое образование психологическое. Ну, как бы, условно говоря, вот, ну, просто, чтобы лучше понимать себя, там, о чем, как бы, идет речь и так далее. А дальше, при условии, если у вас нет ярко выраженных проблем, вот, ну, например, вот, в частности, тот, сказал мой коллега, предположил, может быть, имеет место быть что-то еще, я не буду сейчас заниматься гаданием, вот. А вы можете уже пойти в какую-то школу, вот, и посмотреть именно школу психотерапии, вот, и несколько, несколько времени поисследовать это и посмотреть, нравится ли вам, вот. Если вы найдете что-то, что придется вам по душе, вот, то можно этим заняться, вот. Ну, на мой взгляд, крайне важно, чтобы вы были к себе чрезвычайно внимательны, если вы чрезвычайно внимательны к себе не будете, вот, то есть такой серьезный, прямо-таки, риск того, что вы будете выгорать, вот. Вот одна из, ну, причин выгорания связана именно, вот, с тем, что у человека не получается быть с собой в, ну, в терапии, да, и приходится много, достаточно сил затрачивать на дочь, чтобы заниматься психотерапией. Вот. Поэтому, если у вас нет серьезных проблем, если у вас есть выбор, то есть, вот, на выбор, допустим, есть у вас психология, и есть что-то еще, то вы можете выбрать психологию, вот, получить базовое образование и посмотреть, что, собственно, вам нравится, какой подход нравится. А дальше уже можно будет смотреть и исследовать, как бы, ваше дальнейшее развитие, я бы сказал так. Сейчас, на данный момент, на что бы я обратил бы ваше внимание, это именно на вот эту вот самую двойственность, которую вы транслируете в своем вопросе. Вот это именно двойственность есть некоторая у вас. Вот. Когда чувствуется, что вы, вот, ну, в себе сомневаетесь, вы, вот, чувствуете, чувствуете, что вы как-то, вот, не уверены в себе, да, и так далее. Вот. И это, на мой взгляд, как бы, игнорировать, наверное, нельзя, вот. Такой вот момент. Вот как-то так я бы вам ответил на вопрос ваш. Вот. Давайте мы сейчас еще раз. Значит, вот вы пишите, я хотел бы обратиться к вам за советом. Задут ли поступать на психолог? Ну, психологи не дают совет, поэтому я сама по себе импад, также очень общительный человек. А, не эпатичность, не общительность не является обязательными условиями для того, чтобы человек был психолог. Вот. Мне интересно выслушивать проблемы людей и давать их с советом, они ко мне снова обращаются. Советы – это не психотерапия. Я часами могу выслушивать и быть на связи. Это спасительство. То, о чем сказал, собственно, мой коллега, Кудрыщев Игорь Леонидович. Вот. Это спасительство. Когда вы, вот, снова и снова на связи, вот, часами выслушиваете, это просто спасительство. Это ни разу не психотерапия. Вот. Напротив, вы, помимо того, что привязываете к себе человека, вот, ну, помимо того, что вы просто привязываете к себе человека, вы еще становитесь зависимым самым от него. И вряд ли это как-то вообще, значит, что-то позитивное для вас. Вот. Поэтому то, о чем вы говорите, это, к сожалению, скорее деструкция, нежели чем конструктивное что-то. Хочется мне этим заниматься в дальнейшем. Ну, я бы сказал, что с таким подходом вам больше не психологом, а социальным работником нужно быть. Так сказать, вот, то, что вы описываете, это больше про социальную работу, нежели чем про психологическую помощь. Вот, потому что, по сути, у вас, ну, грубо говоря, каким-то центром, да, является скорее то, что к вам снова и снова обращаются за помощью, за советом. А не то, что у человека происходят реальные изменения. Вот. Понимаете, да? Поэтому мне кажется, мне кажется, что вот эти вещи как минимум надо разграничивать. Ну, чтобы, 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 чтобы вами они не воспринимались как одно и то же. Чтобы вами это воспринималось всё-таки как вещи разные. То есть как бы это и есть разные вещи, но вами пока это бы не ощущалось, что это разные вещи, понимаете, да? Вот. Дальше. Люди мне как-то сами даже откроют, спросить на шортговор, я их располагаю к себе. А дальше-то что происходит? То есть, ну вот, хорошо, раскрылись вам люди, супер. Дальше-то. То есть, как дальше-то вы раскрышаетесь этим. Потому что, ну вот, пока что выглядит всё так, что вы просто, как бы, ну, вступаетесь в созависимость. Вот, этими людьми. И берёте ответственность свою. Точнее, берёте ответственность за них. Вот. Это не помощь, это не психотерапия. Это, к сожалению, больше про вред. Это больше про, ну вот, про некоторую, про некоторую вашу собственную потребность в чём-то. Да, может быть, ну, может быть, ваша собственная потребность в том, чтобы быть ценным и значимым и так далее. Вот. Поэтому, не всё так однозначно. Вот. Мне кажется, здесь. Вот. Дальше. Как думаете, стоит идти? Ну, смотри. Вот. Знаете, вас, если послушать, да, так получается, что стоит, если вас послушать. Но, вы сомневаетесь сами. И волей-неволей это вызывает вопросы. Если всё так безоблачно, да, если всё так очевидно, если у вас вот такие способности, то откуда сомнения тогда? Ну, откуда тогда сомнения будут предпринять? Вот. Поэтому, как бы, вот, сам факт того, что вы спрашиваете совета, как бы, говорит о том, что, ну вот, я могу, я могу, да, грубо дать совет кому-то. И мне могут дать совет, да, дать совет. Ну, как бы, тоже могут дать совет мне. Вот. Вот. Да. Тут, как раз, дело в том, чтобы не давать советам, чтобы человек сам учился ответственности, сам принимал решения. Понимаете? Вот. И в этом смысле, да, вы ведёте себя так же, как те люди, которые обращаются к вам за совет. То есть, по сути, да, созависимо. То есть, если мы вам, ну, как это работает, то есть, если мы скажем идти на психолога, вы пойдёте, а если мы скажем, не знаю, не идти на психолога, то вы не пойдёте. Так это должно работать или как. Вот. Нет. Как правило, это работает совсем по-другому. Как правило, это работает так, что у вас уже есть решение, вот, оно у вас уже сформировалось. Но вы отказываетесь себе же самой в этом решении признаться. Вот. И хотите, чтобы вам это решение подтвердили другие? Ну, вот, например, мы. Или, там, условные, более опытные люди. Вот. Но. Что вам нужно понять. Главное, что вам нужно понять. То, что никаких, условно, более опытных людей нет. Есть опыт только ваш. И ваш опыт, он является определяющим. И он, этот опыт справедлив для вас. И вы не получите этот опыт, если будете спрашивать совета. К сожалению, не получите. Это невозможно. Вот. Поэтому сейчас мне несколько, я бы сказал, больно видеть, как вы, убегаете от себя. Вот. Мне больно смотреть, как вы от себя бежите. Вот я советую другого человека. И вот здесь я могу предположить, что, вероятно, в своей деятельности, своей помощи, вы снимаете свою другую. Понятно, что это не точно. Понятно, что я могу ошибаться. Вот. Понятно, что я могу быть не прав. Вот. Понятно, что, значит, что, может быть, все по-другому. Может быть, все совершенно не так. Вот. Это только предположение. Вот. Но я бы хотел, чтобы вы были внимательны. И обратили вот как раз свое внимание на то, как вам откликается. То, что я говорю не в контексте того, чтобы, там, спорить, кто прав, а кто нет. А, не в этом, не в этом контексте. А в контексте того, какие чувства у вас это вызывает. И вызывает ли вообще какие-то чувства. Вот. Потому что, ну, понятно, что если вам это как-то откликнется, например, откликнется сопротивлением, или, там, раздражением, или, там, злостью, или, там, наоборот, там, появится, не знаю, чувство, там, допустим, появится чувство, там, азарение, например. Вот. Вот. Что это уже большой плюс. Это уже большой шаг вперед. Ну, для вас мог бы быть это большой шаг вперед. Вот. 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 Как-то вот, наверное, как-то вот, наверное, так. Я мог бы вам ответить, сейчас, со своей позиции. Вот. Немножко получилось это все, так вот, довольно пространно. Надеюсь, что вы это все, вы относитесь к этому серьезно, да? Вот. И не увидите, не увидите. В этом некоторое противоречие тому числу общительность этого психотерапия. Вот. То есть, просто вот, обратите внимание, да, на то, как, вот, вы, ну, воспримите, грубо говоря, мой, вам ответ. Да? То есть, позитивно ли, или с раз, с разражением. Вот. Вот. Потому что у меня и дикция специфическая. Вот. И времени там довольно много заняло, я имею в виду, мой ответ вам. Вот. Все это важно, вот, ну, важно обратить внимание на свою реакцию, а, здесь, вашу. Вот. И, понимаете, вот, какой, а, важный момент, что, а, а, психотерапия начинается со внимательности к себе. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ как раз-таки научиться быть внимательным к себе, вот. Ну, потому что если вы внимательны к себе, то вы терапию сможете провести, а то и навредить сможете человеку. Вот. И когда вы вот говорите о том, ну, по факту, о чём вы говорите, да, когда вы описываете то, что вы описываете, у меня как раз появляется такое ощущение, что вот вы к себе невнимательны. Вот. То есть эмпатичность – это хорошо. Но у эмпатичности есть граница. Висеть на связи с человеком – хорошо. Но что будет, когда у вас появится ребёнок? Например, что будет, когда у вас появится семья? Вот. Кстати, а как у вас вот с этим моментом дела обстоят? То есть вы… насколько вы вот реализованы, если у вас есть друзья, знакомые и так далее. То есть вам… у вас, условно говоря, остаются силы на то, чтобы со своим окружением поддерживать полноценные отношения, и на то, чтобы, значит, людей случайных поддерживают. Вот. Опять же поймите, именно поддержка, что о чём вы говорите, это поддержка, это не психотерапия. Это кризисная работа, скорее, работа с кризисом. Но это не психотерапия. Знаете? Вот. И это волей-неволей возвращает меня, по крайней мере, к идее социальной работы для вас. Как минимум. Идеи социальной работы. Вот. Так, а мне кажется, что это точно могло быть на данный момент. Раскрыть вас лучше. Вот. Ну, понятно, что я могу быть не прав. Вот. Так что попробуйте. Попробуйте пойти на психолога. Вот. Поучитесь. Но будьте внимательны к себе. Вот. И не забивайте на, условно, вот, сопротивление. Потому что это, как мне кажется, в большинстве, по крайней мере, в своём, либо профессии, где можно чисто механически подходить к вопросу обучения. Да, да. То есть, на автомат взял и забыл. Ну, вот. Так что, как-то так. Ну, вот, пообщавшись, точнее, прочитав ваш текст, у меня лично появилось, вот, такое желание обратить ваше внимание на личные границы, как раз наши, вот. И сказать, слушай, а не сильно ли ты растворяешься, вот, в том, что делаешь? То есть, как бы, эмпатия – это хорошо, но сохраняешь ли ты себя? Вот. Потому что в психотерапии мы учим людей новым навыкам взаимодействия с миром, с другими людьми и с собой. И вопрос, который, ну, вам, вот, можно, в принципе, себе задать, да? А чему люди научатся? Вот. Признадить со мной, чему я могу научить этих людей, чему я хочу научить этих людей. При условии, что советы ничему не учат. При условии, что выслушивание важно, но важно обратная связь. Несоветом, не советом, не советом. Вот, э-э-э... Хотите ли вы, в этой ситуации, такой ситуации… Чему-то учатся делать? Хотите ли вы, в такой ситуации работы с людьми, когда нужно советовать? Да, когда нужно быть в случае, давать обратную связь, когда эмпатия не всегда хорошо, там что есть те, кто подпитывается вашей эмпатией, когда важнее как раз не висеть с человеком на связи всё время, а наоборот выстроить чёткие границы. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам удачи, всего самого доброго.